И для хорошей истории, для эпической истории, без антагониста не будет развития главного героя. Но антагонист — это, скорее всего, злодей. То есть у нас есть условно главный герой хороший, злодей плохой. Или можно сделать главного героя не совсем хорошим, но он всё-таки будет хорошим, а злодей не совсем плохой, но он всё-таки плохой. Как этого избежать? Можно сделать так, как, например, в космогонии, в мифологии, например, китайской. Или буддийской, даже лучше сказать. Можно сделать так, что самое даже злобное существо, подвергая главного героя каким-то испытаниям, каким-то трудностям, создавая для него сложности и прочее, таким образом воспитывает его и делает для него некое добро и ведёт его к совершенству. Да, но я имел в виду именно, как побороть вот эту систему добра и зла, как от неё отказаться. Я нашёл выход очень интересный. Скажи, скажи, потому что у меня возникает идея, опять, из Далл-Идзина, там как раз изложено по поводу добра и зла. Окей, скажи. Но я просто не стал слишком сильно всё это дело усложнять и прорабатывать. Я, в принципе, нашёл выход, и он, в принципе, очень хорошо вписывается именно в религиозную систему, именно в мифологическую систему этого мира. Смотри, у нас есть добро и зло. Это два, да? А две штучки, они не очень устойчивые. Вот если на две штучки что-то поставить, оно будет куда-то сюда качаться, то в добро, то в зло, да? А как сделать, чтобы оно не качалось? Нужно три штучки. И тогда можно... Ну а как, да? Есть добро и зло, а что третье? Непонятно. И вот я придумал ни добра, ни зла нету. Есть у нас... В основе Вселенной лежит такая штука. Изначально это было ничто. Ну, условно так назовём это ничто. То есть изничтожение — это функция Вселенной и функция живых существ. Потом... Ну, это я сейчас немножко космогонии касаюсь этого мира. Вот было ничто, потом появилась пустота, потому что ничто не может быть. То есть должно было появиться что-то. Появилась пустота. То есть пустота... И ничто начало поглощать пустоту, пустота начало сопротивляться ничто. То есть пустота — это некая стабильность, некий баланс. То есть, в принципе, если не будет ничего, будет только пустота, всё будет идеально стабильно и будет идеальный порядок. Вот. Есть изничтожение, порядок, то есть пустота. И третья точка — это развитие. Потому что в том месте, где они боролись, ну, условно боролись, возник то одно, то другое. И возник хаос. Из этого хаоса появилась Вселенная. То есть развитие. Третья точка — это развитие. Бесконечное развитие и бесконечная прогрессия. И вот оно, есть три точки, которые друг друга уравновешивают, получается. Ну, какие три? Какие три? Ещё раз вот перечислили. Ну, получается, изничтожение, функция ничто, сохранение баланса, равновесие, вот это, и развитие. Ну, то есть Брахма, Вишну и Шива. Ну, фактически, да. Только обезличенные. Тримурти. Ну, да, неважно, они там персонифицированы, не персонифицированы. Да, 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 понятно, окей. И с точки зрения космогонии, да, и развития одной, допустим, какой-то Вселенной. Смотри, я-то это ещё пытаюсь всякие научные вещи к этому всему привязать, чтобы выглядело пологичнее. Смотри, в конце любую Вселенную ждёт тепловая смерть. Ну, по крайней мере, по современным каким-то взглядам. Вот. То есть, фактически, а что такое тепловая смерть? Это фактически, когда будет только тепловая энергия. Вся-вся эта масса, вся энергия перейдёт в тепловую энергию. То есть, условный порядок будет, в конце концов. То есть, энтропия. Всё вот это вот скушает, получит тепловую энергию, будет абсолютный порядок. Это вот одно, что может стать со Вселенной. Поскольку есть вот это ничто, которое никто не может победить, потому что это ничто. Вселенная может быть уничтожена. Это сейчас я не говорю о последствиях. Я говорю о том, что может стать в конце Вселенной. И Вселенная может бесконечно развиваться. То есть, можно как-то преодолеть и ничто, и тепловую смерть каким-то образом. И Вселенная будет бесконечно развиваться. Но теперь мы приходим к тому, что у нас же нет добра и зла. И вот эти три штуки, они друг друга уравновешивают. И Вселенная, она существует именно такой, какой мы её видим. Именно потому, что она появилась, она развивается до какого-то предела. Потом она будет уничтожена, и родится новая Вселенная. И вот это бесконечный цикл. А если мы выделим только одну функцию, во-первых, мы нарушим этот естественный порядок. Это во-первых. А во-вторых, смотри, казалось бы, да, изничтожение. Самая, казалось бы, плохая штука, номинирующая на тему зла. Вот будет Вселенная уничтожена, так это же плохо, да? Так нет же, изначально было ничто, потом появилась пустота и так далее. Когда Вселенная будет уничтожена, если победить ничто, будет новая Вселенная, новая жизнь, новые люди и так далее. Ну ладно, дальше. Пустота, да, там, порядок. Так если победит порядок, всё будет прекрасно. Всё будет находиться в вот этой идеальной упорядоченной форме навсегда. Да, ничего ни плохого, ни хорошего не будет происходить. Всё замечательно. Ну и зачем такое нужно, с другой стороны? Никакой жизни там-то быть не может. Жизни-то не может быть в абсолютном порядке. Вот так вот. Тоже печальная картина. То есть либо мы делаем так, что Вселенная умирает и рождается новая, либо мы приходим в это состояние вечной стагнации. Ну и вечное развитие тоже ни к чему хорошему не ведёт, потому что это просто бесконечное накопление, накопление и повторение. Да, Вселенная бесконечна, но условно, скажем так, единицы, из которых она построена, они конечны. Поэтому вот это бесконечное развитие, оно тоже ни к чему хорошему не может привести. В конечном счёте оно просто скатится в бесконечное повторение. И в то же время, а кто даст гарантию, что, допустим, оно будет развиваться только по хорошему сценарию? Оно же может превратиться, буквально все Вселенная может превратиться в бесконечный ад. Это же волшебный мир условно, а значит, это может быть что угодно. Ну или на самом деле превратиться в то, что в космогонической такой теории Востока уже существует, по сути, уже существуют райские миры, средние миры и адские миры. И это всё в условиях одной Вселенной. Да. И как бы, и чего в этом плохого? Не, Юр, подумай. Так в этом-то и речь, что ни в одной из этих вещей самой по себе, ни в каждой из них самой по себе, ни во всех трех вместе нет ничего плохого и ничего хорошего. Они просто существуют. Это объективная реальность. Вот, совершенно верно, объективная реальность. И каков тогда смысл, если мы будем говорить о неком великом и логичном всё-таки каком-то смысле вот этого всего, вот в чём тогда смысл этого? Смысл как раз в том, что рано или поздно, это же опять же волшебная Вселенная, у нас просто нужно наделить персонажей очень мощными волшебными силами, чтобы получилась эпическая история. Рано или поздно появятся люди, которые проникнут вот в суть этого вопроса и постараются что-то сделать с этим. Например, им не захочется, чтобы Вселенная была уничтожена. И они попытаются это, допустим, перевести в состояние вечной стагнации. А будут, например, те, кто против этой вечной стагнации и будут пытаться там вечное развитие. А будут те, кто будет пытаться, наоборот, и уничтожить, чтобы переродить Вселенную. Или то, что уже изложено опять в концепции народов Востока, эта Вселенная будет существовать до тех пор, пока последнее существо этого мира не проснётся, не пробудится и не перейдёт в нирвану. Например, если говорить на языке буддизма, скажем. Или почему бы не пользоваться этой Вселенной с самых разнообразных точек зрения, как это делают лисы, кошки, как это делают какие-то отдельные даосы, например, со своей бесконечной жизнью. Или часть людей, которые уходят вот в эту дыру в заборе и пользуются этой Вселенной уже совершенно по другим законам, находясь несколько в другой, в параллельной реальности, там, условно говоря. Это тоже. Ну, кстати, и такие люди тоже там есть. Ну, не только люди, потому что, опять же, Вселенная волшебная. Я могу туда засунуть, кого захочу, и никто мне слова не скажет. То есть там могут быть бластеры, а здесь вот эти... Да-да-да. Как это? Лисы со своим огнём. А почему бы и нет? Или там боги какие-нибудь. То есть тут эти люди в силовых доспехах с бластерами, а тут боги против них. Так это ж весело. Это да, это очень интересно было бы на самом деле. Действительно, это было бы интересно. Это было бы развитие как раз вот этой космогонии в области вполне, так сказать, человеку привычной, в области вот манги, например. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!